Ее называют первой ласточкой чувашского кино. Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения актрисы Татьяны Бурашниковой Тани Юн. В родном для нее Ядренском районе к этому празднику приурочили серию выставок и конкурс исследовательских работ. О большой славе и первых кадрах, с которых начинался кинематограф Чуваши, сюжет моих коллег. Про первую чувашскую актрису многие говорили так. Вновь открытая звезда, неожиданно изумившая всех. Сейчас и вправду кажется, что в жизни Тани Юн абсолютно все происходило по воле случая. В театр она влюбилась с первого взгляда. 1922 год. Тогда еще инструктор физкультуры Татьяна Бурашникова просто пришла посмотреть на спектакль «Совса». Но эта постановка круто изменила ее судьбу. Во что бы то ни стало, она решила вступить в театральную студию. Уже тогда талантливую ученицу заметил видный режиссер Айким Максимов-Кошкинский. Он не только зачислил ее в труппу своего театра, но и стал спутником жизни. Супругам было усуждено сделать первый шаг и открыть в республике национальную киностудию. Первую чувашскую картину «Волжский бунтарист» сценарий, который написал сам Максимов-Кошкинский, сняли в Ленинграде. Текст был принят не с первого раза, его пришлось сокращать. Но даже после утверждения сценария начались проблемы. Было необходимо найти по тем временам большую сумму 25 тысяч рублей. Деньги отыскать удалось. Первая чувашская картина прогремела на всю страну. В этом фильме Тане Юн достался всего лишь один небольшой эпизод. Звездный час для актрисы пробил позже. Во второй чувашской картине Сарбеге Бурашникова исполнила главную роль. Зрители своим талантом ей удалось покорить сразу. Оценили все и образ урки в фильме «Черный столб». Эти чувашские ленты выходили на экраны не только в России, но и в Америке. Всего же супруги, актриса и режиссер сняли семь лент. Крест на карьере киноактрисы был поставлен в один миг. Сталинские репрессии задели и саму Таню Юну, и ее супруга. Уничтожили в 30-х годах и их картины, все до последней копии. Даже после того, как их оправдали, возвращаться к прежнему делу не было никакого смысла. На родину супруги приезжали редко, жили в Москве, в небольшой малосемейке. Вот они, редкие кадры. Бурашникова и Кошкинский в окружении близких. Еще замечательный снимок, который вот она приезжала в деревню Чербае. Там она сфотографирована в полном составе своей семьей. Там семья родителей Степан Федорович и Ксения Федоровна. Ее бабушка, сестра. И вот как раз их семейная, когда еще маленькая была дочка Изида. Личные вещи Танни Юн удалось отыскать благодаря ее родственникам. Экспонатов хватило на полноценную выставку кадры судьбы. Она открылась накануне юбилея первой чувашской актрисы. Здесь и открытки, которые написаны ее рукой, личная сумка-кладч, статьи из газет. В следующем году в музее планируют собрать еще больше вещей. А возможно, что в будущем удастся открыть и постоянную экспозицию в честь своей землячки. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.